Честные, бескорыстные, беззаветно преданные делу воспитания. Они идеалисты и настоящие герои нашего времени. 5 октября во всем мире отмечают День Учителя. Цветы, конфеты и слова благодарности. Сегодня все внимание только им. Людям, которые дарят знания и создают характеры. О трех представительницах сложной, но благородной профессии педагог в нашем праздничном материале. С Днем Учителя, милые дамы, господа, С Днем Учителя вас! Хундерт хазен, Саша, хабен хунгер. Хундерт хазен, хабен дурст. Она учит понимать других. Елена Садовская преподает иностранные языки в 19-й школе города Иваново уже 7 лет. Пришла сразу после вуза. Не было сомнений быть учителем, хотя в первый год были какие-то такие колебания оставить работу, потому что кроме уроков есть еще другая деятельность учителя. Это заполнение школьной документации, встречи с родителями, другие профессиональные какие-то конкурсы, участие в семинарах. Все это, конечно, требует в жертвенности определенной себя, времени. Поэтому было первое время тяжело. Время из силы Елена Леонидовна распределять все-таки научилась. Теперь не чает души в своей работе и учениках. Несмотря на обилие иностранной лексики на уроках, с классом полное взаимопонимание. Немецкий мы с ней учим со второго класса. Я считаю, что Елена Леонидовна справедливая, иногда строгая, иногда добрая. Ну, когда надо, тогда строгая, тогда добрая. Шаблонов нет, рассказывает Елена Леонидовна. Каждый ребенок индивидуален, к каждому свой подход. Учитель должен быть на ступеньку выше своих учеников. То есть, если это ребята начальной школы, все равно я должна с ними разговаривать на их языке. Но те знания, которые есть у меня, понятно, они больше их знаний. Поэтому на уроке я должна им подарить эти свои знания, которые есть у меня. Но не в ущерб их возрастным или психологическим особенностям. В прошлом году Елена Садовская приняла участие в региональном конкурсе «Педагог года». Пообщавшись с коллегами, испытав себя как профессионала, девушка поняла. Она хочет не только учить других, но и учиться сама. Теперь Елена Леонидовна ездит на всероссийские конференции, форумы и мастер-классы. Совсем недавно она вернулась из Казани и вот уже собирается в Москву. Ее пригласили как одного из лучших педагогов региона в Кремлевский дворец съездов, чтобы поздравить с днем учителя. Я пожелала, конечно, здоровья, чтобы они не сильно срывались, можно так сказать, на своих учеников. Ну, наверное, и все. Счастье. С днем учителя, милые дамы, господа, с днем учителя вас! Здесь машинка, значит, заправка идет с бобина держателя через нити направитель. Это нити направитель. Обязательно нитка должна быть между шайбочками регулятора натяжения. Если она проскочит, строчка будет некачественной. 40 лет за колючей проволокой не наказание, а стаж и осознанный выбор Веры Баркановой. Она учитель в зоне. Сразу после вуза пришла работать в женскую колонию, обучать осужденных швейному мастерству. Объяснять взрослым тяжело, а взрослым с темным криминальным прошлым и потому сложным характером в разы тяжелее. Не каждая здесь уважает подвижнический труд учителя. Нужнее здесь эта специальность, потому что люди с трудной судьбой, когда они выходят после отбывания срока, им легче устроиться. Им труднее в жизни будет, чем обычным людям, а они имеют такое хорошее дело. Это им и для семьи, и для жизни пригодится эта специальность. На работу устроиться им легче. Как-то хочется помогать, хочется что-то облегчать жизнь другим людям. Среди учениц есть воровки, мошенницы, наркоманки. И каждая рецидивистка. В седьмой колонии наказание отбывают не по первому сроку. Вера Константиновна умеет найти подход к каждой. Секрет прост. Для женщины они не спецконтингент, и тем более не зэчки, а просто девочки, ученицы. И отношение к ним соответствующее, доброе. Здесь учителя, я не знаю, но мне кажется, они дар божий. Здесь все они к нам вообще относятся, наверное, с любовью, с заботой. Всегда доступно объясняет Вера Константиновна, Нина Петровна технология. Это наш непосредственный мастер. Он все доступно показывает. От нее можно уйти хорошей швейной. На занятиях шьют детские вещи, сорочки, шорты. Домоводство на время урока позволяет отвлечься от тюремной реальности. Здесь они очень отзывчивые, дают соответствующие знания. Им надо, в принципе, отдать должное их выдержке, терпению, потому что это работа сложная, правильно? Всем учителям нашей России. Всем им надо ставить памятник. Контакт установить нужно с первого занятия, со знакомства. Расположить в себе класс и показать им, что на уроках ни напряженности, ни давления не будет. На следующее занятие пришли. Опять о чем-то мы тут поговорили. Не сразу ведь вот мы, вы должны у нас сделать то-то, то-то сделали, ушли. То есть вот разбавляется вот эта официальность, и она все. Дальше уже контакт есть. Вера Константиновна называет себя счастливым человеком. Говорит, что занимается любимым делом всю жизнь и учит этому других. Такое предназначение. С днем учителя, милые дамы, господа, с днем учителя вас! Вкладывать знания в юные головы все равно, что писать на чистом листе бумаги. А каково учить людей с опытом, сложившихся личностей? Об этом не понаслышке знают педагоги школы долголетия «Золотая осень». В нашей школе занимается около 300 человек. Женщины с удовольствием ходят. Занимаются они здесь гимнастикой, танцами. Приходят преподаватели из университета. Звенит звонок. Совсем как школьницы они рассаживаются за парты. С любопытством изучают выданные им задания. Вот только самые юные ученицы, 55. За плечами образование, годы работы, семья и внуки. Однако никогда не поздно раскрыть творческий потенциал. Уверена Ольга Юрьевна, преподаватель ИЗО. Они очень боятся, очень скованные, ограниченные и совершенно не верят в свои способности. И вот здесь именно наша задача дать им поверить, что они могут, что они умеют и что у них все получится. Это действительно они раскрываются, они начинают верить в себя. И именно задача-то еще наша такая, что мы их вводим в мир большого искусства, то есть изобразительного искусства и посвящаем в тайны мастерства. К своим ученицам преподаватель обращается по имени-отчеству. А как иначе, все они уже многого добились в жизни, имеют бесценный опыт. И учитель должен понимать и учитывать это. Они все специалисты с высшим образованием, но у них таилась художественная способность. И вот их задача наша раскрыть. Здесь особый личный подход. И судьбы у каждого свои сложились. То есть работа немножечко с психологическим таким уклоном. Талант есть в каждом, считает учитель. Но многие о нем не догадываются. Примеров там у Ольги Юрьевны масса. Бывало такое, что, разменяв седьмой десяток в первый раз со школьной скамьи, взяв руки и кисть, человек узнавал, что все это время в нем спал художник. Ольга Юрьевна может разбудить творца в каждом. Я как-то никогда не рисовала. А вот уже рисую, и мои рисунки на выставках экспонируют. И мне нравится. Ночью даже вот стою, не спится, я сажусь и рисую. Вот час-два рисую, а потом спокойно спать ложусь. Не зря говорят, век живи, век учись. Новым знаниям, так же, как и любви, все возрасты покорны. Вот только без проводника в мире интересного и неизвестного никак не обойтись. Ни детям, ни взрослым. Этот проводник – учитель. Потому не только в их профессиональный праздник каждый день нужно благодарить педагогов за их нелегкий труд, за невероятное терпение. Да, милые дамы, господа, в днём учителя вас!